По нашей информации Узене погибли, более 100 человек погибли. В Шитпе вчера была перестрелка, тоже были, есть погибшие, раненые есть, Акимат. Все это началось с того, что нефтяникам не оплачивали нам отраслевой коэффициент и региональный коэффициент. Это все начинается с самого начала, с мая месяца идет забастовка. И вот когда люди стали требовать это, люди вышли на площадь в Узене, их стали расстреливать. И сейчас в поддержку этого все мысторожения встали, чтобы поддержать знак солидарности. Ну вот сейчас Узень Мнойгас, Каламкас мысторожение встало, Тиксака встало, ЖТВАЙ, Арджип тоже такое говорят, что встало. Сейчас и пока. С Каламкаса, как услышали, что у Узене такой бардак происходит, все люди остановили, все свои качалки, все с этого цеха, все. Приехали сюда, 9 автобусов выехали, с утра пазиков 10 автобусов попросили люди. Все остановили, и сегодня тоже. Сегодня два цеха отсюда, оттуда приедут Каламкаса. И где-то 60% с Каражамбаса сегодня люди уже едут. Работа на нефтевышках стоит. А вот то, что так много ОМОНа и так далее, это они ожидают приезд нефтяников, которые еще добираются в Актау, да? Ну, наверное, это сейчас со всех этих поселков будут все сюда будут подтягиваться, молодежь сюда будет подтягиваться. Ну, ничего такого никто не замышляет, никто не хочет войны, просто мирно все хотят решить. Пускай приедет сюда Ельбаса, хотя приехал бы и сказал бы, что кому, как решить проблему вообще. Вы хотите, чтобы... Ельбаса хотим, чтобы приехал, чтобы решил проблему. Почему не помогать людям, почему молодежь не помогает? Все работаем, все как бы получают какие-то копейки получают. Ну, если бы пришел, такого не было бы ничего. Сколько месяцев уже там лежали, говорят, там банкоматы все, кто-то что-то там сломал, взрушил. Это, по-моему, какие-то провокаты. До старта переоделся, пошел, сломался. Всех этих молодежи все эти. Ну, провокации, короче. Вы же вот тут ничего не выбираете, сломаете? Мы ничего, никто, молодежь, вообще никаких планов нет. Просто мирно все пришли простоять. Как бы этот, решить, чтобы пришли сюда люди, все Ельбаса со стороны. Хотя бы решили эту проблему. Почему? Как дальше жить? Почему молодежи не помогают? Первое, очередная проблема какая-то, чтобы поехал Ельбаса. Да, пусть приедет Ельбаса. Почему не помогают людям? Почему не тянет, получает какие-то копейки? Почему за их счет кто-то там, ну, живут хорошо, а здесь люди, на них вышка страдает. А в какая сейчас с Ельбаса поедет, нефтянец? Потому что называются разные. С Ельбаса, 130-100 тысячи. В Крыженбасе, да? Ну да, это на Коломкасе, на Крыженбасе. За эти не плотят, за то, что они нефтью там дышат, газом чем дышат. За вот это все никто не плотит. За 1,8 никто не плотит. Не знаю, как помимо. А вас как зовут? Нет, с каждого, Рубуган. Да, на Урбуган.